Татьяна Сычева купила квартиру на Вилоновской 9 лет назад, но до сих пор в ней не живет. В 2008-м стройку остановили из-за многочисленных нарушений. Застройщика объявили банкротом. Новая компания за последние три года провела серьезную работу, оформила землю в субаренду, сделала новый проект дома и ждет экспертизы. Все это стало возможно благодаря консолидации усилий Минстроя, городской и областной властей. Подключился в РИО исполняющий обязанности губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров. Мы написали ему письмо, в котором озвучили все наши проблемы с приложением всего пакета документов. Он отнесся к этому с большим пониманием и пригласил нас к себе на встречу. Помог нам в решении вопроса по подписанию постановления по плотности застройки, которое застопорило дальнейшее строительство нашего дома. И мы очень верим в него и очень надеемся, что этот объект будет достроен в самое кратчайшее время. Стройка могла стартовать уже в этом году, но вышли новые правила застройки. Дом, который проектировали 14 лет назад, уже не попадал под эти параметры. Одна квартира, одно парковочное место. Стоянка в 20-ти этажке вообще не была предусмотрена. И только благодаря вмешательству областных и городских властей проблему удалось решить в короткие сроки. Такую задачу в целом по стране поставил президент Владимир Путин. Мы проведем совещание, мы пригласим всех группы дольщиков, которые уже сорганизовались за последние годы, сбились в таких профессиональные команды. И будем искать решение вместе, мы сделаем это обязательно. Это важнейшая проблема. Я знаю, что люди ждут этих решений. Я обещаю вам, что мы в ноябре месяце, я говорю, реальные сроки, соберемся, вместе с вами обсудим ситуацию. И я уверен, найдем решение в самых сложных проблемных стройках. На Вилоновской осталось решить еще одну немаловажную задачу – найти деньги для завершения строительства. Чтобы сдать дом в эксплуатацию, нужно почти 580 миллионов рублей. Не все дольщики готовы к новым инвестициям. У нас, как инвесторов, таких средств нет. И поэтому придется дособирать с квадратного метра определенные суммы, которые будут озвучены позже дольщикам. Но там тоже неоднозначное видение этой ситуации. Как только деньги будут найдены, строители приступят к работе. По плану, дольщики справят новоселье ближе к новому 2020 году. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События.